Осмотр выставочного проекта «Внешняя разведка из прошлого в будущее» в Государственном центральном музее современной истории России прошел накануне 20 декабря, когда СВР России будет отмечать свой вековой юбилей. Для разведки, для любого сотрудника нашей службы важным обстоятельством являются традиции, которые передаются из поколения, традиции, которые были заложены еще сто лет назад. А можно ли ожидать, что Родина сейчас под защитой, так же, как при Феликсии Адмундовиче? Можно. Все публичные юбилейные проекты и новые выставки, книги, кинофильмы и присвоение имен легендарных разведчиков ранее безымянным вершинам Большого Кавказского хребта Это, конечно, дань памяти нескольким поколениям сотрудников отечественной внешней разведки, которые верой и правдой служили своему отечеству. Дань памяти удивительным людям, кому суждено было это трудное счастье служить в разведке. Материалы выставки рассказывают о непростом пути становления и развития отечественной внешней разведки, о судьбах ее руководителей и о деятельности легендарных разведчиков различных поколений, посвятивших себя служению Отечеству. Для музея современной истории большая честь принимать у себя руководителя службы внешней разведки и руководителя российского исторического общества Сергея Евгеньевича Нарышкина и проводить мероприятие, приуроченное к юбилею службы внешней разведки. Мы ведь понимаем, что история внешней разведки неотделима от истории нашей страны. Как уже отмечалось, к юбилею отечественной внешней разведки в этом году было приурочено множество просветительских проектов. В их числе книги «Служба внешней разведки Российской Федерации. Сто лет. Документы и свидетельства» и «Сто лет. СВР. Разведки с любовью». Служба внешней разведки удивительная организация. И мы еще раз в этом убедились, когда работали над книжкой. Вот эта книга «Разведки с любовью» на мой взгляд, и спасибо вам большое, Сергей Евгеньевич, что вы об этом написали в предисловии, это работа несколько нестандартного вида, это очерки и откровенные беседы с ветеранами внешней разведки. Это с вами была самая тяжелая история книгоиздания «Комсомольской правды». И я после этой работы, ну где тяжело это все пережить, но после этой работы мы переполнены уважением к вашей службе, которая вот так деликатно, с одной стороны, но добросовестно относится к информации. Особый вклад в изучение истории отечественной внешней разведки непосредственно на выставке внес член Президиума Совета Российского Исторического Общества, руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов. Он преподнес в качестве подарка службе внешней разведки один из новых исторических источников, имеющих прямое отношение к личности основателя ВЧК Феликса Дзержинского. Важной частью мероприятия стала церемония награждения гражданских лиц юбилейными медалями за личные заслуги перед СВР России. Ранее соответствующий приказ был подписан директором Службы внешней разведки Российской Федерации. Уважаемый Сергей Евгеньевич, разрешите поздравить вас, ваши товарищи по службе, с приближающимся праздником, со столетием, пожелать всего самого доброго и поблагодарить за счастливую возможность служить Родине под вашим вопросом. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в настоящее время музей закрыт, но выставочный проект будет подготовлен в онлайн-формате. Служба информации Фонда Истории Отечества